МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 25 за их специалисты и 39 студенты. Это молодые люди в возрасте до 31 года, которые владеют лидерскими и организационными якостями, издольные до кировницкой деятельности в державных органах. Известно, что фактором успеха социально-экономического развития региона в современных условиях является четкая, грамотная расстановка, подготовка управленческих кадров. Сегодня управленца необходимо учить тогда, когда он состоит в резерве кадров. И на должности должны приходить подготовленные люди. Поэтому приоритетным направлением кадровой политики Республики Беларусь является эффективная расстановка кадрового потенциала, подбор и эффективность работы с его резервом. В ближайшую субботу в Выконавших Комитетах пройдусь шарговые промые телефонные линии. Дарившие за 9 месяцев их проведение, только в областный Выконавший Комитет поступило 1145 звонков. Крыху больше, а к 200 из них на сегодняшний день вырошены становча. Иншая справа, что объемы заробленных работ часом не задовольняются людей, які звертались на промые линии. Олег Сентюров потекавился приимаемыми мерами. В Зябруке был военный городок. У часы Советского Союза тут базировались полки стратегической авиации. В 95-м их вывели в Россию, але життё в посёлку не спынился. До речи назвал улиц у Зябруцы нема. Только номеры домов. Дом номер 251 бадай самый новый, сдаденный в эксплуатацию на проконце 2011-го. А уже упросто три месяца от Жихаров почали поступать скарги на то, что да, хачача. Нельзя сказать, что люди никуда не звертались, але спочатку им нечто обещали, а потом увогули сказали, что термин гарантийной эксплуатации дома завершился. Меры почали принимать только после сворота на промые линии у Абру-Конкам. Чилины на шиферы заклеили специальной полимерной лентой, после чего подтоплений кватер саправды спынилися. Непосредственно до будовников жильцы претензии не выказывают, але мают намер звернуться на промые линии у Абру-Конкама знову, бо проблемы у доме усе ровно заховалися. У подвале от сырости заявились цвиль и навод почали расти грибы. Где и якость шифера на даху, по раннейшему выкликая сумнение, жахары упынены, с самого начала он не отповедал стандартам. Приехал строитель делать эту крышу нам, он сказал, что я даже боюсь становиться на шифер, потому что он очень некачественный. Конечно, я боюсь вам об этом говорить, потому что я работаю, и вы понимаете, чем это может для меня закончиться. Но добивайтесь того, чтобы вам его поменяли, потому что он дальнейшей эксплуатации не подлежит. И мы сами это все прекрасно понимаем. Большие испытания у зяки Межахары Гомельской области все лета взвертались на промывание Аблова-Конкама, встречаются работы жилево-коммунальной господарки. Неде поскарзлились на ямке, на дорогах, неде на постоянное подтопление улиц. Увезцы Красная Гомельского района при мостных дождях улица Молодежная первотворалась у заправданного озера. Как дойти до школы, наученцы коррестались гумовыми ботами, а автомобилисты лечили залепшее проехать некolколько лишних километров, а ли машину с биракчей. Были выполнены работы Гомельским ПМС. Выполнены их, считаю, качественно, потому что после выпадания осадков лужа этой уже не стала. Улица стала сухая, люди теперь спокойно ходят, не боясь намочить ноги. На Гомельшине протягивается республиканская акция Министерства по надзвышайных ситуациях безбеспечный Новый год. На протягу ты дня супрационники МНС проводятся профилактические гутерки и рейды в местопродажу пиротехнических сродков. В одной из поездок побывали наши корреспонденты. По колью Гомелью протягивается установка святочной атрибуты, кежихары города начинают набывать пиротехнические сродки. Выбор салютовых хлопушек сегодня самый разностайный, начиная от обычных бенгальских огнёв и заканчивающей батареей салютов. Кошт огненного шоу варьируется от 100 тысяч до 3 миллионов. На Новый год к нам приезжают покупатели, постоянные покупатели, которые приобретают пиротехнические изделия на большую сумму. Это было в районе 6 миллионов белорусских рублей. Инструкция по беспечным выкористанию салютов размешана на самих скрынках с продукцией. Даречи, виды инструкции до кожного можно знайсти в интернете. А кроме того, покупникам выдаются брошюры с загульными правилами коррестания. Самое важное – дистанция. У фонтанов 5 метров, у сборок до 30 метров безопасное расстояние. Алена, вот такая разностайность сертификованных пиротехнических сродков не утрымливая аматоров фаер-шоу от другоделя. Саморобные хлопушки – одна из самых расповсюдженных причин травм. У Беларуси в минулом году на передо дни нового хода 20 человек потерпело от выбуха у петард. И это только официйная статистика. Из характерных поражающих факторов при взрыве петарды можно указать на ожог, ожог пламенем. Обычно ожоги неглубокие, первый, второй, иногда бывает третьей степени. А также повреждение кожных покровов. Як отзнашать урачи, колька с нешастных выпадков скоротилась за увядением узростового обмежевания продажу. Сегодня перотехнические сродки не продаются особо, яким дняма 15-ти годов. Как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Поэтому в эти праздники нужно помнить в первую очередь о безопасности. Ведь совсем не хочется встретить Новый год в больнице с какими-то либо травмами. Катерина Сапельникова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Программа «Назвышенная ситуация» и новый выпуск уже сёння у 20 годин на канале «Беларусь-Шатыры». Говорка подзяв о выньках Аховы природы по усіх напрямках с боку инспекции природы Аховы и шарову контрольных органов. Амаль полторы сотни материалов по порушениях природахонного законодавства с початку года были накерованы для узбуджения криминальных справ. Тут и рыболовные, и поляунише браконьерство, и незаконные пары келясов. А еще силами 38 супрацовников Гомельской областной инспекции Аховы живёльного и рослинного свету было конфисковано 85 одинок незарегистрованной сброи. Сумма администрационных штрафов склала больше за 4 миллиарды рублей. Это, конечно, сухие личбы, потрапязные справы и отказы на пытание в наступном выпуску «Назвышенной ситуации». На минулом тыдне у Светлогорску выбирали левшую молодую семью Гомельшины. Непараунанными у районном этапе и левшими у областным стали гомельшане Александр и Анастасия Теляман, их маленькая дочка Саша. Да, пероможцу завитала наш корреспондент Марина Северьянова. Первое семейное выступление и одразу перемога. Сокрыт не только у тем, что муж и жёнка мают непосредное дочинение до артистичной деяности. Перш за всё журы и глядат шоу-конкурсу покорило выступление их маленькой дачки двухгодовой Александры. Анастасия каже, самым складанным было придумать такий номер, який бы объединял творческие здольности одразу усяго семейного триа. Мы много чего умеем делать. А как это всё это воплотить в одном номере и показать, что умеет двухлетний ребёнок и то, что мы умеем как-то и петь. И Саша у нас занимается ГВНом и хотелось показать, прежде всего, что мы простая, весёлая семья, современная. И всё ж таки, сполучить песню, танец, жарты и наводь саправдный брейн-рынг для маленькой Александры отрымалась вельми удала. Какой закон открыл Ньютон? Сейчас Ньютон. О, всё, вопрос. Какой закон открыл? Сейчас Ньютон. Закон пятизелья. Есть, хорошо. Анастасия и Александр – люди творчие. Гэта их вельми объедновывая. Особливо, что тычится выхование Саши. Кожны уносить неоценный укладу развить о дяучинке. Олежа, не глядяши на видовошный сценичный талент Александры, батьки навязывать её и удалейшим занятки артистичной деяностью не сбираются. Ребёнок сам будет выбирать, что она хочет. Если она захочет играть в футбол, она будет играть в футбол. Если она захочет быть балериной, она будет балериной. Если она захочет, я не знаю, танцевать, она будет танцевать. Семьи Телеман 4 годы. Анастасия уже третий год находится в декретном отпадшинку. Тому на пропонову по удельничать у конкурсе загадилася одразу. Кажет, что это не только шанс продемонстровать свои творшие таленты, а и так званый выходу свет. Могчимася пронуться у вечернюю сукенку и обуть прыгожые туфли. Районы этап был пройден легко, а перед областным хвалявалися. Упылненности, что дачка не разгубится перед великой аудиторией и не забудет текст песни, не было. Тем больше Александры была самой молодшей удельницей конкурсу. Семьи Телеманы ведут не только у Гомеля, навод за межами нашей краины. Мать Анастасия из детства в удельниче в областных и международных музычных конкурсах. Батька Александр – ведомый гуморист клуба веселых и знаходливых. А когда она родилась дочка, их музычные талинцы загучали в унисон. Маленькая Александра стала саправдным натхнением подчас семейных выступлений. Дипломы, кухонные комбайны, грошовые узнагороды для батьков и вот такие симпатичные медведь для Александры. До речи, Мишки – любимые цацкие девчинки. Их у ее уже целая коллекция. Але зараз головная справа подрыхтовка до Нового Году. Саша разумеет, что и да я е, придет Дед Мороз. И чекает подарунков. Ну а песня про маленькую елочку для зимового гостя. Уже готова. Зимой и летом зеленая была зеленая была. Умничка. Марина Северьянова, Яуген Макеенко, Телера, Део Компания Гомель. Больш за полторы тысячи болельщиков старт Гульни ничем особливо не отзначился. Команды обменялись некалькими нядренными атаками. Больша сякава стала на 13-й хвилине. В бокс штрафников отправился Павел Мусиенко. Гости разместились в зоне Гомельчан. Некольки пасов и кидок Тимофея Филина. Шайба знайшла щирену память щитку Игоря Брыкуна. Кабриализовать лишнего, Металургус потребовался усяго 17 секунд. Не треба и говорить, что пасля гэтага эпизоду Гомель добавил худкости и выстрыни. Однако до финишу першого переду отыграться не отрымалося. Поспех пройшел на старте другой третий Гульни. Брахманис пасля перадачи партнера не змог переграть Павла Шигала. Шайбу, якая отскочила от галкипера гостей, у вороты накеровал Андрей Колосов. 1-1. Гомель пасля закинутого гола тиск не сбавил. Металург отбивался и организовывал контратаки. Однако под конец переду оборона гостей дала сбой. Не чакана. Игорь Равенка выехал за вороты, а маль с нулевого в угла отдау перадачу уздовж. Для Павла Шигала это стало не чаканностью. От яго клюшки шайба и трапила у вороты. 2-1. Башко здорово прочитал игру, набросил, увидел, что я впереди был игроков. Я подобрал, выехал за ворот, делал прострел, благодаря удаче она оказалась в воротах. В третьем переде гокисты Металурга организовали навалу на вороты Игоря Брыкуна. В минуту шесть гости прессовали Гомельчан в их зоне. Головный тренер господару Андрей Сидаренко навод взял тайм-аут, чтобы остудить атакующий пыл жлобинчан. Это допомогло. Гульня выровнялась. До конца переда больше закинутых шайб не было. Привезли два. Как всегда, сами себе держим противопереду. Забиваю деньги. Те трымается у Металурга взять реванш. Доведуемся уже завтра. Гульня пройдет в жлобинне. Максим Савин, Валерий Гопанько, телерадиокомпания Гомель. Новины региона, информацию о проектах телерадиокомпании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте и интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. В студии працавала Маргарита Шибукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова